Если вы начнёте обращаться с умом определённым образом, тогда уровень вашей энергии вырастет невероятным образом. За три дня мы можем научить вас простой форме медитации, которая снизит ваш метаболизм примерно на 24%. Вы можете сидеть здесь, не ощущая собственного тела. Вот почему у йогинов получается сидеть так долго. Садгуру, мы слышали много историй о людях, которые в состоянии глубокой медитации несколько месяцев подряд обходились без таких базовых потребностей, как вода и пища. Но наука утверждает, что без воды человек умрёт в течение 10 дней. Объясните, пожалуйста, каким образом достигается такой метаболизм? Для этого вам придётся немного перестроить свой ум, потому что в ваших учебниках такого нет. Позавчера мне пришло сообщение из центра йоги Иша. Там есть нечто, что называется дьянолинга. Такое случается очень часто. Но в этот раз это произошло с иностранкой, поэтому они немного забеспокоились и сообщили мне. В 7 утра эта женщина зашла в дьянолингу и села там, в дьянолинге. Выделяются слоты по 15 минут из-за большого количества желающих. Она села там в 7 утра и сидела неподвижно до 3 часов дня. Получается, сколько часов? В 8 часов она сидела неподвижно. Она не осознавала, что прошло столько времени. Она думала, что прошло всего 15 минут. Так что они написали мне, что она не двигается, и спросили, может, стоит прорвать её медитацию? Я сказал, не беспокойте её, всё в порядке. Такое случается. Когда-то я тоже сел, и мне показалось. Тогда для меня это было чем-то новым. Я думал, что просидел там 25-30 минут. Но когда я открыл глаза, то увидел перед собой толпу сельских жителей. На моей шее были гирлянды из цветов. Все эти люди хотели коснуться моих ног. Вы знаете, какие люди в Индии. Я открыл глаза, и тут же один человек захотел узнать про будущее своего бизнеса, другой, когда его дочь выйдет замуж, всё такое. Тогда я спросил, откуда вы все чокнутые здесь взялись? Они сказали, ты сидишь здесь уже 13 дней. Так что же происходит в организме? Вот о чём вы спрашиваете. Сейчас я говорю, если проверить мой пульс, он будет около 55-58 ударов в минуту. Если я буду просто сидеть молча, он опустится ниже 40. Если я просто сяду и не буду ни на что реагировать, не буду говорить и двигаться, а просто буду сидеть, пульс опустится ниже 40 ударов в минуту, тогда вот это расслаблено. Не создаётся ненужного трения внутри, так что энергии потребляется очень мало. Вы, как будущие медики, знаете, что мозг потребляет 20% энергии тела, хотя и весит максимум 1,5 килограмма. Так что такой небольшой мозг потребляет 20% энергии, а всё остальное тело всего 80. Если сравнить их по весу, то тело тяжелее в 50 с лишним раз. Вам необходимо понять, что если вы будете поддерживать свой ум в определённом состоянии, то получите колоссальное количество дополнительной энергии, потому что не будет бесполезного расхода энергии. Это справедливо для любой системы. Будь то автомобиль или станок, чем бы это ни было, если оно функционирует без трения, то потребляет меньше энергии, не так ли? Всё, что функционирует с трением, потребляет огромное количество энергии. Если вы устраните трение в системе, физиологически, психологически, энергетически, то уровень метаболизма снизится, и вы будете функционировать очень эффективно. Потому что если вам потребуется быть энергичными, вам будет доступен больший диапазон. Если вы захотите его снизить, пожалуйста, сегодня тот энергетический диапазон, которым обладает большинство людей, очень и очень мало. Если возникнет потребность в интенсивной активности, они быстро устанут. А если им будет нечем заняться, то начнут сходить с ума. Если вам нечего делать, вы сходите с ума, не так ли? В таком состоянии метаболизм не может снизиться. Сейчас вы потребляете больше энергии, просто потому что живете на повышенных оборотах. За три дня мы можем научить вас простой форме медитации, которая снизит ваш метаболизм примерно на 24%. Это наибольшее снижение, которого вы можете достичь в состоянии осознанной медитативности. Если уровень метаболизма упадет ниже этой отметки, вы перестанете ощущать тело. Вы сможете сидеть, не ощущая собственного тела. Вот почему у йогинов получается сидеть так долго. Даже если вы сидите здесь и не смотрите на часы, Ваши ноги, спина и пятая точка все равно чувствуют время. Да? Вам не нужны часы. Если вы просто просидите здесь три часа, то будете знать, что пора идти. Тело будет знать. Так что те, кто сидят часами и днями, они не ощущают тело. Ощущение тела отсутствует не только из-за снижения уровня метаболизма, но и из-за интенсивности измерения вашей энергии, которая не является биологическим. Становится интенсивным другое измерение энергии. Когда энергия наполняет все тело, вы перестаете его ощущать. Когда я провожу программу, то на протяжении 10-12 часов только я один постоянно пью воду, но при этом я единственный, кто не делает перерывы на походы в туалет. Я единственный, кто не делает перерыв. Участники каждые два часа уходят на перерыв. Это определяется тем, насколько вы отождествлены с вашими физиологическими процессами. Но есть также и саддана. Можно провести определенную работу над своей системой. Возможно, не все захотят выполнять саддану такого уровня. Но каждому следует делать какую-то саддану. Что-то, чтобы вы могли эффективно заниматься тем, чем захотите. Чем бы это ни было, вы должны быть способны делать это наилучшим возможным образом. Чем бы вы ни занимались, для меня это не имеет никакого значения. Но чем бы вы ни занимались, нужно делать это хорошо, не так ли? Да? Нужно делать это как следует. Для человека это очень важно. Очень важно, чтобы ваше тело и ум не были помехой. Чтобы ваше тело и ум не мешали вам на каждом шагу. Они должны быть для вас надежным фундаментом. Но сейчас люди проваливаются сквозь них. Это хороший пол. Но если вы начнете проваливаться внутри него, тогда это не лучшее место для того, чтобы здесь сидеть. Не так ли? Но он выдерживает всех нас. Значит, это хороший пол. Ваше тело и ум должны постоянно поддерживать вас. В таком случае ваша зависимость от внешних обстоятельств снизится. А также вода не всегда потребляется только через рот. Тело впитывает воду по-разному. Если вы активизируете систему определенным образом, она начнет потреблять энергию. Сейчас вы едите пищу, пьете воду, дышите. Для чего? Чтобы генерировать энергию. Но наука ясно доказана, что повсюду полно энергии. Если вы способны набирать энергию в чистом виде, если вы можете впитывать ее. Но как такое возможно? Слово йога означает, что вы стираете границы своей индивидуальности. Сейчас это я, а это вы. Это на сто процентов понятно. Не так ли? Почему? Потому что вы думаете, что это тело я, а это тело вы. Мое тело и ваше тело имеют ясные границы. Мой ум и ваш ум тоже имеют определенные границы, хотя где-то мы можем пересекаться. Но нет такого понятия, как моя жизнь и ваша жизнь. Вы когда-нибудь надували мыльные пузыри? Или вы со школы такие серьезные? Нет? Надували мыльные пузыри? Представьте, что мы надуваем мыльные пузыри. Вы надули большой пузырь, я надул еще больше. Я говорю, вот это мой пузырь, тот маленький ваш, а это мой. И тут он лопается. Но теперь же не скажешь, это мой воздух, а это ваш воздух. С жизнью то же самое. Это живой космос. У меня немного жизни, у вас немного жизни. Количество вашей жизни определит значимость и качество вашего существования. И хочу, чтобы вы ясно это поняли. Это определяется количеством жизни в вас. У вас может быть большой мозг, сильный интеллект, обширные знания. Но ваша жизнь может быть незначительной. Только если вы захватили внутри много жизни. Если у вас большой пузырь, тогда это имеет значение. Если у вас большое тело, другие могут подумать, глядя на вас, он большой. Но внутри вас может не быть жизненного опыта. Если у вас большой мозг, люди подумают, какой умный человек. Но внутри себя вы не будете значимы жизнью. Только если в вас много жизни, то просто сидеть здесь будет для вас фантастическим переживанием. Если это так, то не имеет значения, открыты у вас глаза или закрыты, делаете ли вы что-то или нет. Нет никакой разницы. Только тогда вы будете жить в мире без вложений в него. Поэтому то, что вы делаете и не делаете, что с вами случается и не случается, не определяет качество вашей жизни. Вот когда мы сможем по-настоящему вам доверять. Не так ли? Иначе мы не знаем, зачем вы учитесь на хирурга. Я хочу сказать, что появился такой вопрос. Не так ли? Вы не против анекдота? Один мужчина пришел к хирургу. Ему нужна была операция. Дело было в Соединенных Штатах. Хирург сказал, операция будет стоить 36 тысяч долларов. Мужчина ответил, доктор, у меня нет таких денег и у меня нет страховки. Доктор сказал, не страшно. Можешь выплачивать по 3 тысячи в месяц. Пациент ответил, знаете, это очень похоже на то, как будто я покупаю машину в рассрочку. Доктор улыбнулся и ответил, все верно, только машину покупаю я. АПЛОДИСМЕНТЫ